К другим темам в селе Русская Устья Алаеховского района продолжается строительство новой модульной котельной, которая должна обеспечить бесперебойное теплоснабжение села. Но в то же время работа осложняется местными суровыми условиями. Подробности у Афанасия Николаева. Отопительный сезон в Русском Устье начался уже 8 августа. Тепло в дома жителей далекого Заполярья несет старая котельная, построенная еще в 83-м году. Хотя ее котлы и поизносились, усилиями местных работников ЖКХ она все еще честно дает тепло. Работает она в принципе все нормально, но дело в том, что большая угроза возникает по оврагообразованию, потому что берег обламывается, подход к речке очень близок стал и проблемы возникли в этом. И в этом году было начало строиться новой модульной котельной, которая в этом году закончится первый цикл. Строительством новой котельной занимаются подрядчики из Якутска. Мощность ее составит 2,6 мегаватт. Их должно с лихвой хватить для 150 русскоустинцев. Завершаются работы по тепломеханической части. До завершения сезона останется только смонтировать кровлю, подготовить основание для им костей и установить дымовую трубу. Но в то же время строители испытывают серьезные проблемы с транспортировкой грузов и отсутствием тяжелой техники для проведения монтажных работ. Здесь очень сложная транспортная схема. Самый край доставлять очень трудно. Почти в летнее время дороги нет. Даже в поселке ничего не ездит. Вообще никакой техники. Поэтому у нас техника ездит только возле котельной. Туда-сюда метров 10-15. Больше даже ехать не может дальше. Если для строителей проблема логистики временная, то жители русского устья сталкиваются с ней постоянно. Связь с большой землей возможна только летом по реке, а зимой по автозимнику. Да и то в оба сезона все зависит от метеоусловий. Альтернативой является воздушный транспорт. Но даже с санитарной эвакуацией в русской мустье есть серьезные проблемы. Авиация вертолета находится в Среднеколымске. И поэтому, когда случаи бывают, вызовы, то это очень протяженный и долгий путь для них. Раньше базировался вертолет в поселке Чакурдах и было проще. Но дело в том, что с чем это связано, его перекинули в базу вертолета на Среднеколымск. И поэтому тяжеловато, так скажем, в некоторых вопросах. Несмотря на всю непростую специфику местности, строительные работы на новой модульной котельной по первому циклу должны быть завершены уже к началу сентября. А в следующий строительный сезон подрядчики должны сдать уже готовый к запуску объект. Афанасий Николаев, НВК Саха, село Русское Устье, Аллаиховский район.